Встречу с жителями в формате выездной администрации вновь совместили с праздником двора и днем соседей. На этот раз собрание прошло в сквере у памятника МИГ-29 на улице 3-е почтовое отделение. На вопросы Люберчан ответили профильные заместители главы, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Как прошел праздник и какие проблемы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Встреча с жителями Летом встречи в формате выездной администрации с жителями проходят в парках и скверах. Но перед ее началом на третьем почтовом отделении состоялся праздник двора и день соседей. Для Люберчан подготовили интерактивную программу, выступления музыкантов, мастер-классы, игры в шахматы и угощения. Мне здорово и мне нравится. Я поучаствовала в мастер-классе и сделала бомбью коровку. Очень интересно, потому что, во-первых, устраивало для детей различные мероприятия, конкурсы. Они участвуют, им нравится. Ну, как-то объединяют, что ли, соседи. Все так сразу выходят, общаются. А обычно все так прячутся по квартирам. А тут можно хоть поговорить, узнать, с кем ты живешь и по соседям. Задумка очень замечательная. Мы были на этом празднике осенью. Нам очень понравилось. Дети в восторге. И сегодня, как только услышали дети музыку, мы побросали все дела и бегом пробежали на праздник. Очень нравятся подделки, очень нравятся танцы. Ведущие просто молодцы. Очень зажигательные. И мы остались под большим впечатлением, потому что задумка просто великолепная. После развлекательной программы во дворе люберчане пообщались с представителями администрации. Жители близлежащих домов на улице 3-е почтовое отделение беспокоят молодежь, которая летом нарушает закон о тишине. Окна сюда выходят. И у нас вопрос был, как бы у всех жильцов, но я просто это озвучиваю. Очень шумно. Подростки себя ведут и выпивают здесь иногда до 3-4 часов ночи. Включают громкую музыку, непарламентские выражения употребляют. Драки пинают вот эти стойки, на которых стоит самолет. Она обратилась к таким вопросам, что в целях оперативного реагирования и исключения данных фактов установить дополнительные камеры видеонаблюдения, подвлеченные к сегменту безопасный регион. Соответственно, ее заявка не будет, а принята в работу. И в течение месяца дополнительные камеры будут установлены. Также ей предоставили информацию, что уже здесь на сквере установлена одна камера, которая эту территорию освещает. Но мы еще дополнительно поставим. И, соответственно, после получения сигнала будем передавать сотрудникам полиции для реагирования и принятия соответствующих мер. Лилия Черемисина представляет инициативную группу жителей с улицы Летчика Ларюшина. Там сейчас возводят новую школу, но в последнее время строительство замедлилось. Сейчас у нас школа стоит без движения. Она недостроена. Обещаний было очень много от компании ПИК. Сроки переносятся. В общем-то, дети пока малы, чтобы идти в школу. Но я боюсь, что школа может недостроиться, и когда им придется идти. Поэтому мы держим жителей активные на контроле этот вопрос. И вот нам важно было услышать сроки. Это большая школа на полторы тысячи мест и детский садик. Надеемся, что прямо в ближайшее время, в четвертом квартале, эта школа будет введена в эксплуатацию. На обращение Люберчан отвечал и глава городского округа Владимир Волков. Жители волновали вопросы благоустройства, капитального ремонта социальных объектов и организации дорожного движения. Каждому заявителю, каждому жителю дали ответ. Формат очень удобный. Это лето, дворовая территория, погода позволяет общаться на улице. Конечно же, все вопросы фиксируются, все вносится в протокол. И на каждый вопрос будет дан ответ. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.